Приветствую! Почитав комментарии к своему последнему видео, я понял, что нужно подробно разобраться со следующими вопросами. Какими документами подтверждаются полномочия представителей ТЦК и ЕСП, и какие именно полномочия подтверждаются тем либо иным документам? А там есть чем разбираться, потому что разные документы подтверждают разные полномочия. Итак, первый вопрос. Какие документы должны быть у представителя ТЦК и ЕСП, чтобы мы поняли, что перед нами все-таки представитель ТЦК и ЕСП, и что в этих документах должно быть написано? Безусловно, все из вас знают, что есть постановление КМУ номер 1137, где сказано, что у всех представителей исполнительной власти должны быть удостоверения. И есть форма удостоверения. И мы с вами прекрасно знаем, что у ТЦК и ЕСП нет таких удостоверений. Ни разу мы их не видели. А что показывают представители ТЦК и ЕСП? Правильно, военный билет. И здесь многие люди говорят, что, мол, военный билет есть у всех. Ну, у многих, как минимум. Так что, на основании военного билета можно что-то понять? И мог ли вообще ТЦК показывать военный билет? Или должно быть удостоверение? Уточню, что речь идет о военнослужащих ТЦК и ЕСП. И именно поэтому они показывают военный билет. Есть указ президента еще 2016 года, напомню, тогда президентом был Петр Порошенко, где прямо сказано, что документом, подтверждающим личность военнослужащего и его отношение к воинской службе, подтверждается военным билетом. Не удостоверением, а военным билетом. И здесь возникает два вопроса. Первый вопрос, почему все-таки мы должны руководствоваться указом президента, а не постановлением Кабмина 1137? И второй вопрос, Олег, при чем здесь документ, удостоверяющий личность? Мы закон про единый демографический реестр смотрели, и там не указан военный билет, как документ, удостоверяющий личность. Разбираемся с первым вопросом. Почему мы используем указ президента в этой ситуации, а не поставление Кабинета Министров Украины? Для этого нам нужно обратиться к любимой нами Конституции. В Конституции сказано, что президент Украины является главой государства, а Кабинет Министра ответственный перед ним. То есть некая иерархия есть. И в этой иерархии на первом месте стоит президент Украины и только на втором Кабинет Министров Украины. И соответственно логика подсказывает нам, что акты президента Украины стоят выше, чем акты Кабинета Министров Украины. Соответственно мы пользуемся указом президента Украины, а указ президента Украины четко определил, что документом подтверждающим личность военнослужащего и его отношение к воинской службе является военный билет. Теперь перейдем ко второму вопросу. Почему военный билет является документом, удостоверяющим личность, несмотря на то, что в законе о демографическом реестре не сказано? А ответ таков. Потому что военный билет не является документом, удостоверяющим личность. Более того, в законе о едином демографическом реестре нет перечня документов, удостоверяющих личность. Да, вот так вот. И я вас не обманываю, потому что сейчас мы с вами посмотрим еще раз закон о демографическом реестре. И вы поймете, почему я так говорю. Этот закон, 13-я статья, и смотрим, что здесь написано. Документы, что посвечивают особу, то подтвердживают громадянство Украины. И идет перечень паспорт, ну и далее пошло, да. Почему я говорю, что это не документ подтверждающих личность? Да потому что сам закон определил, что это документ подтверждающий личность и гражданство Украины. То есть статус этого документа не просто документ подтверждающий личность, а личность и гражданство Украины. И вы сейчас посмотрите в чем же разница. Дальше смотрите. Есть документы, что посвящают особу, та подтверджуют ей специальный статус. Документ, что подтверджует особу, посвящая особу, и подтверджует специальный статус. И здесь, например, посвящение водия. Но здесь вы поняли, что нет документов, просто удостоверяющих личность. Есть документы, удостоверяющие личность и гражданство Украины. Есть документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус. Но нет документа, который просто подтверждает личность. То есть это, согласно закона, мы видим, прямо это написано. Но вы говорите, стоп, Олег, но мы вот здесь вот все же внимательно сейчас видим, и мы же прекрасно видим, что нет военного билета. Так почему же тогда президент придумал, что есть военный билет? Кстати, сейчас еще раз обратимся сюда и смотрим, что такое военный билет. Это документ, что посвящает особу військовослужбовца, та вызначая належность его властника до выконания військового обов'язку. То есть это документ, который не личность подтверждает, а подтверждает личность и принадлежность к исполнению воинской обязанности. Надеюсь, здесь вы мою мысль поняли, что есть документы, которые подтверждают личность и гражданство, личность и специальный статус, личность и наличие властника к исполнению воинской обязанности. Теперь вернемся еще раз в закон про единый домографичный раезд. И у нас же остался вопрос, почему здесь нет воинского билета? Все просто, друзья. Вот эта 13 статья, она не просто перечисляет перечень документов, которые существуют в Украине, а она перечисляет документы, читаем вот здесь, оформление, яких порадбачается цим законом и застосуванием засоби в реестру. То есть здесь перечислены не все документы, которые могут быть. Ну, например, студенческого билета здесь нет. Да, здесь перечисляются только те документы, оформление которых предусматривается с использованием именно этого реестра. А военный билет, как мы с вами знаем, формировался без этого реестра. Надеюсь, что теперь все прекрасно понимают, почему у военнослужащего военный билет, а не удостоверение. Ну, а теперь перейдем к самому военному билету и посмотрим, что же там должно и где быть написано, чтобы мы поняли, что перед нами представитель ТЦК и ИСП, а не просто любой военнообязанный, который одел военную форму. Итак, смотрим образец военного билета, который утвержден приказом МОУ. Итак, сразу хочу обратить ваше внимание, что этот образец и приказ сам зарегистрирован в Министерстве юстиции. Это можно проверить вот по этим реквизитам. И вот смотрим. Военный билет. Да, ну, здесь мы все прекрасно знаем. Да, мы видели их сто раз. Понимаем, что здесь просто персональные данные человека. Далее, видношение до вейсковой службы. Вот это мы пропускаем, потому что это касается призывников в первую очередь. Именно призывников, срочников. Смотрим вот здесь. Вот пункт 9. Вот здесь должно быть уже заполнено и указано, что этот человек призван на службу. То есть, тут мы уже поймем, что он сейчас не просто военнообязанный, да, как многие из вас. У вас есть военный билет, он лежит дома, но, понятно, полномочий он никаких не дает, да. И если мы сюда посмотрим, у вас нет там записи призван на службу. У представителя ТЦК и СП должна быть вот здесь такая запись. А дальше, что должно быть? Дальше, вот пункт 17, который посвящен прохождению воинской службы. Именно вот здесь уже, смотрите, что здесь идет. Найменувание вейсковой частыны. И было бы очень хорошо, чтобы здесь было написано не просто там А и какой-то номер, да, как обычно это делают. А чтобы здесь было написано еще и то, что ТЦК и СП. Что человек проходит службу именно в ТЦК и СП. И именно так мы, ну, любой человек, да, которому предъявляют военный билет и заявляют, что я из ТЦК и СП, ну, у тебя должно быть написано. Вот здесь должно быть написано, что ты проходишь службу в ТЦК и СП. Дальше здесь должно быть написано вейсковую обликовую специальность и посаду. И, конечно, здесь вопрос возникает, если вот так написано у человека, что уже есть полномочия, вот там где-то меня на улице остановить, проверить документы, выписать повестки. Нет, нет, нет и еще раз нет. Если вот здесь у человека написано про то, что он служит в ТЦК и СП, это еще абсолютно не значит, что он уполномочен проверять документы, выдавать повестки. Ну, и тем более уж задерживать человека. Но об этом мы еще поговорим позже. Идем дальше по военному билету. У нас же есть вопрос оружия. А можно ли по военному билету понять, есть ли право у человека на ношение оружия? Потому что многие из этих людей, как мы видели по видео, ходят с оружием по городам. И вот здесь идем мы дальше. Листаем, листаем, листаем. Листаем, и вот раздел 3. Видомости про дозвел наносение сброи. И, соответственно, вот здесь должны быть заполнены эти графы. Должна быть информация о том, что у человека есть вообще разрешение на ношение оружия. И, соответственно, указано, какое это оружие. Дальше здесь никаких принципиальных отличий не будет. Тут видим, да, ведомости про щеплыня. Вот, да. Что еще есть здесь? Группа крови. Ну, это то, что у всех есть. Отметка про воинский учет. Взят, снят. Ну, это понятно. Это то, что нас уже не касается. Еще раз, друзья, обращаю ваше внимание, куда нужно будет смотреть. Смотреть надо вот сюда. Пункт 17. Проходжение вейсковой службы. То есть у человека прямо должно быть указано, что он является представителем ТЦК ИСП. Именно там проходит службу. Какие же полномочия дает военный билет с такой записью? Глобально никаких. То есть все, что этот человек может, это, ну, наверное, беспрепятственно заходить и выходить на и с территории ТЦК ИСП. Да, потому что он там проходит службу. Никаких особых полномочий по общению с человеком на улице этот военный билет, естественно, не дает. А что дает полномочия представителю ТЦК ИСП? Подойти к человеку на улице, проверить у него документы и выписать ему повестку. Полномочия проверять документы может представителю ТЦК ИСП дать комендант. То есть для того, чтобы представитель ТЦК ИСП подтвердил свое полномочие проверить у человека документы, он, на мой взгляд, должен предъявить человеку приказ коменданта, который уполномочил этого человека. Причем приказ коменданта, в принципе, ну, как мне кажется, не обязательно должен иметь перечень всех людей, которые уполномочены проверять документы. Там может быть просто указание на то, что уполномочиваю там военнослужащих ТЦК ИСП такого-то района, либо такого-то города проверять документы. То есть они переходят таким образом в статус вот тех самых уповноваженных ОСИП, которые предусмотрены постановой 1456. При этом, при этом обращаю ваше внимание, что этот наказ будет действовать и порождать у вас обязанность предъявить документы только в том случае, если вам предъявят кроме наказа еще и военный билет, где написано, что этот человек проходит службу именно в этом конкретном ТЦК ИСП, который указан в наказе коменданта. Но это еще не все. Наличие наказа и наличие военного билета еще не свидетельствуют о том, что он может проверить документы именно у вас. Принципиально полномочия у него есть на проверку документов. А вот проверить именно у вас он может только в тех случаях, которые прямо предусмотрены постановой 1456. И все. Никаких других случаев не может быть. Он не может сказать, что военное положение, проверяем документы, или мобилизация, проверяем документы. Нет. Нет таких оснований для проверки документов. Они появятся, если будет принят законопроект 10449. Но пока их нет. И последний вопрос. Если у человека есть наказ коменданта, если он показал военный билет, и там действительно написано, что он проходит службу в ТЦК ИСП, дает ли это право ему выписать повестку, и дает ли ему это право задерживать человека. Нет. Нет. И еще раз нет. Таково мое мнение. Потому что выписать повестку в соответствии с действующим законодательством может только коревник ТЦК ИСП. И если этот человек, которого вы встретили, коревник ТЦК ИСП, тогда, пожалуйста, конечно, он может выписать вам повестки. Но что-то я не припомню, чтобы руководители ТЦК ИСП где-то там на блокпостах стояли, по торговым центрам ходили и прочее. И, естественно, задерживать человека даже при наличии наказа, даже при наличии военного билета, военнослужащий ТЦК ИСП, не имеет полномочий. Здесь имеется в виду задержание и доставка в ТЦК для прохождения ВЛК, для вручения повестки и так далее. Естественно, уполномоченное лицо в соответствии с постановой 14.56 может задержать человека. Но может задержать в каком случае? Если есть основания, во-первых, есть у него полномочия, во-вторых, есть основания для проверки документов, и человек не имеет документов, либо отказывается их предъявить, да, тогда можно на три часа задержать для того, чтобы установить личность этого человека. А не для того, чтобы отвезти его в ТЦК и там мотивировать, как они любят, да. Друзья, на этом у меня все. Видео и так получилось долгим, но мне кажется, вот сейчас мы уже подробно-подробно разобрались в этих вопросах и определили, какой документ и какие полномочия дает представителю ТЦК ИСП. Если вы считаете, что видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приглашаю вас также в свой Ютуб-канал, ссылочка на него вот здесь есть, вот-вот-вот она. Все. На этом все у меня традиционно. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.